Добрый вечер! С вами, как всегда, Маргарита и это IT, школа успешных продаж. В сегодняшнем нашем небольшом видео я хочу поговорить с теми, кто пользуется услугами селера или Вестернбид, по-моему, так называется, услугами посредника для получения оплаты продаж на IT. Итак, разговор идет у нас с вами о посредниках Вестернбин, Вестербид и селер. Не важно, не важно, кто такие, да, не важно, но насколько я знаю, что у вас сейчас только всего-навсего два посредника, через которые вы можете принимать оплату на IT. И на нашем форуме очень часто вы жалуетесь, да, 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 вы жалуетесь о том, что там это не работает, там это не работает, что там такие проценты и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, я понимаю, вот этот огромный негатив, который иногда случается, да, он перекрывает все самое хорошее. Я вас прошу посмотреть на эту ситуацию с абсолютно другой стороны. У каждой медали есть две стороны. Одна у нас будет красивая, а другая некрасивая. Но то, что большинство из вас стараются показать некрасивую медаль, я поняла. Но я, поскольку многие из вас знают, что я человек, который из любого, из любой ситуации должна найти положительный момент. Давайте любой магазин ваш возьмите, любого мастера возьмите, который работает на Украине или в Украине, да. Отодвиньтесь назад хотя бы на год-два или я не знаю, сколько времени сейчас работает, работают посредники. Они вам, какие бы они не были хорошие, плохие и так далее, они вам предоставили возможность выходить на международный рынок. Если бы не они, где вы сейчас были, да. То есть сразу вылез, что они там такие плохие и так далее, большие, огромные проценты берутся, хотят на нас наживиться. Да, мы сейчас с вами живем в таком, в 21 веке. Каждый пытается урезать свой кусочек от большого пирога, да. Это только как вы настроитесь на прием вот этого последовательности действий перед тем, как вы получите свою оплату на свою гривную карту или международную карту и так далее, и так далее. Только от вас зависит, с какими эмоциями вы будете это получать и с какими эмоциями вы будете работать. Если вы изначально открываете свой магазин и уже, уже вы настроились на то, что, так, этому надо заплатить. Итси нужно заплатить, PayPal нужно заплатить, там посреднику нужно заплатить, там почте нужно заплатить, а что я к себе, что-то там не остается. А вам остается то, как вы оцениваете себя, да. Если вы оцениваете себя ниже плинтуса, то вам абсолютно ничего не остается и с таким намерением лучше, конечно же, магазин не открывать. Если вы оцениваете себя высоко, заложите этот процент в стоимости изделия, да. Оцените свой труд по достоинству, добавьте к стоимости продукции определенные проценты и так далее, и так далее. И тогда вы уже не будете негативно воспринимать информацию от вашего сейлера, от вашего там посредника и так далее, и так далее, что, ой, он там поднял проценты и так далее. Даже посмотрите, конкретную ситуацию можно взять, когда товары продаются в магазинах, да. Я сама работала в ритейле, и я знаю закупочную стоимость товара и стоимость товара, которого мы выставляем в магазине, да. И это будет абсолютно, когда я увидела вот эти вот разницы, я была в шоке, да. Но в шоке, в приятном, и это не дало толчок, что да, если я там оплачиваю тем-то, тем-то и тем-то, значит, эта цена должна была изначально уже быть заложена в стоимости конечного продукта. Когда кто-то точку снимает там в большом супермаркете, гипермаркете, они стоимость вот этого своего продукта, они закладывают уже и стоимость оплаты по часовой того человека, кто будет продавать, и складские фи, и шиппинги, так далее, так далее, так далее, и возможный рент этой площадки, да, то есть это все закладывается в сумму, а не так вот просто вот я сделала, эта брошечка стоит мне 10 долларов, да, или там 15, 30, 50 долларов, да, а после вывода всего я получаю с 20 долларами, значит, не так что-то сделали, поэтому обратите обязательно, обязательно внимание, я пытаюсь найти по времени, чтобы я не перебила, 4 минуты, поэтому постарайтесь, да, не искать негативные моменты в работе посредников, селеров и так далее, а найти положительные моменты. Если бы не было этих моментов, да, если бы, если вы не находите, ну, значит, плохо искали, да, ищите больше, с их помощью вы функционируете, с их помощью некоторые из вас делают шикарные продажи, вы, те, которые делают шикарные продажи, они не зацикливаются на том, что нужно тому-то заплатить, тут, тому-то заплатить, так далее, они поднимают цену, они продают и так далее, поэтому, когда я вижу ваши посты о том, что он все пытаются накормиться за мой счет, это ваши проблемы, это вам что-то зеркалит, это вам зеркалит то, что ваши цены слишком низкие, да, пересмотрите на себя, пересмотрите свою ситуацию, и тогда меняйте все в абсолютно другом направлении. Так, это у нас видео с вами небольшое было по поводу приема оплаты, по поводу вестернбиды и прочих селлеров, что не надо искать негатив в этих ситуациях, ищите позитив о том, что они предоставили вам возможность выходить на международный рынок, когда вы только это примете, да, и примет не один человек, а большинство человек осознают это, поймут, что они ваша пока красная дорожка, ковровая дорожка, да, как бы зеленый свет, красная ковровая дорожка, чем больше людей начнут понимать, что вот это, и относиться к этому с благодарностью, что-то изменится, я вас уверяю, да, чем больше вы благодарите там вселенную, там ваших соперников и так далее, конкурентов и так далее, ваше мировоззрение будет меняться, и что-то новое появится. Кто знает, может быть через определенное время PayPal заработает и на Украине, в Украине, да, что-то может измениться, может быть ИТСи увидят. Кстати, 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 я смотрела на ИТСи Рэнк и... Not INSи Рэнк, ИТСи Селер Тулз и так далее, какая-то программа, и когда я посмотрела population... Сейчас, подождите-ка, population... Население, да, население, кто продает на ИТСи, да, кто продает на ИТСи, я время посмотрела, и я увидела, что огромное количество людей, которые находятся на Украине, в Украине, да, вы большой сегмент продавцов на рынке ИТСи, понимаете, о чем я говорю? Если ИТСи это видит, значит, они должны будут придумать, как сделать так, чтобы вы продавали гораздо интереснее. Вы считаетесь их одним из основных поставщиков товара, как это ни странно, да, я даже могу такое сказать. Поэтому, может быть, в следующем видео я вам покажу такую вот картинку, когда я посмотрела и удивилась, да, что большой сегмент, да, большая часть мирового пирога на ИТСи принадлежит Украине. Поэтому вас уже много. Я больше чем уверена, что мозги ИТСи это видят, и я больше чем уверена, что они уже работают над тем, как сделать так, чтобы вы смогли также напрямую подключать к ИТСи пеймент и напрямую получать оплату. Всему свое время. Учимся благодарить за то, что у нас уже есть, и посылаем мысленно, все мысленно, посылайте, чтобы ИТСи предложила вам какую-то новую альтернативную, альтернативный способ оплаты. Потому что у нас тоже на ИТСи было, что PayPal, все основные продавцы, они продавали через PayPal. И ИТСи увидела, что они теряют, да, как бы откровенно говоря, что они теряют определенные проценты, потому что этот забирает PayPal, да. Поэтому они решили ввести свою ИТСи пеймент, да. Еще не все страны подключены к ИТСи пеймент. Но сразу все не может случиться. Да, вас видят, больше чем уверены, что работают в этом направлении. Нужно только спокойно выдержать темп, паузу и надеяться на самое-самое лучшее. Итак, с вами была сегодня Маргарита ИТСи школа успешных продаж. Если у вас есть комментарии по этому видео, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, вопросы, предложения и так далее. А нравится вам это видео, ставим лайк. Не нравится, ставим дизлайк. Пожалуйста, я не пушаю всех. Я не настаиваю в том, что все ставили лайки. Появится у вас желание сделать, поддержать наш канал, мой канал. Мой канал, как всегда, поддержать мой канал. Монеты у меня есть, линк, где это можно сделать. Зарепортовалась. Видите, опять-таки, я неделю не общалась с вами вживую. И у меня идет сплетение за плетением. Если вы еще не подписались на канал, пожалуйста, нажимайте кнопочку subscribe. И тогда вы первыми увидите видео, которое я публикую. Отвлекусь, опять-таки, на секундочку. Буквально на этой неделе я очень часто выставляла видео. И не успела я только выставить. Я смотрю, там уже 10, 15, 20 просмотров. А я его еще даже в нашей группе не отправляла. И уже комментарии пошли. Вот это был драть для меня. Поскольку колокольчик у вас зазвенит. О, Марго, новое видео залила. Может, в этом видео что-то есть для меня. Итак, прощаюсь с вами и до следующего видео. Всем успешных продаж. Оцените то, что вы имеете на данный момент. И вам придет гораздо большее. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok